приветствую вас мои ласточки с вами снова Алла Касаткина проект ладная я ссылка на проект вот здесь вы уже знаете по традиции там есть куча материалов для вас а сегодня я предлагаю вам обсудить еще такой момент после видео о том что родственники просят деньги пришло много вопросов а как же принимать решение о том что давать или не давать давать не давать туда-сюда если я сказала что любовь купить невозможно что же делать с этим какие есть альтернативы как вообще принять решение которым потом не будешь жалеть и не испытывать чувство вины давайте разбираться вами могут манипулировать если вы будете отказывать у вас может внутри быть куча сомнений чувство вины из-за того правильно ли правильно я приняла решение у вас могут быть разочарование когда вы ожидали одного когда давали деньги когда вы договаривались со своими родственниками а получили совершенно другое ну и третье у вас может быть море возмущений потому что родственники могут ответить на деньги которые вы им дали с чистым сердцем черной неблагодарностью наплевать вас в душу и сделать вас виноватой в том даже к чему в отношении не имеете как принимать это решение смотрите какая штука первое что я всегда советую своим клиентам когда у вас просят деньги у нас всегда есть сумма которую не жалко потерять сумма которую не жалко потерять она зависит только от ваших доходов вам не жалко потерять 10 рублей вам не жалко потерять 100 долларов вам не жалко потерять 10 тысяч долларов это ваше решение это ваши доходы ваша жизнь и вы ими распоряжаетесь вот эта сумма в рамках этой суммы вы совершенно спокойно на свое усмотрение давать или не давать хочу не хочу потому что это деньги которые вы отдали и которые к вам вряд ли вернуться поверьте мне еще ни один сосед который берет трешку до зарплаты во время эту трешку не вернул ни один родственник который брал у вас 100 долларов на ремонт дачи или ремонт своей машины во время вам эти деньги не отдаст и даже если у вас взяли 10 20 тысяч долларов на покупку квартиры дочки а мы тоже во время никто не вернет мало того вас сделают скрягой вас сделают сучкой злобный вас сделают жмотиной вас оскорбят обгадят в глазах всей родни и вы будете готовы дать еще столько же сколько вы дали лишь бы эти люлить заткнулись и перестали лить на вас помои это я так заранее предупреждаю но все-таки как же принимать решение первое если у вас есть вот эта сумма которую вам не жалко потерять распоряжайтесь ей на свое усмотрение считайте что вы отдали эти деньги на благотворительность далее да конечно вы можете сказать хорошо через месяц через неделю через там пять лет вернешь но забудьте сразу об этой сумме вам не жалко ее потерять вернут будете считать что вам вселенная сделала подарок есть сумма покрупнее которую уже потерять в принципе жалковато которые для вас являются достаточно серьёзными вы найти деньги серьезными это не потому что от них зависит ваша жизнь но вы на эти деньги можете просто пойти погулять вы на эти деньги можете что-то себе купить в эти деньги можете отложить на обучение своим детям это деньги которые вы можете найти достойное применение в жизни но кто-то из родни прихромал к вам и считает что ваши деньги которые вы заработали между прочим ему нужнее и начинает вам обосновывать давя на стыд вину жалость и прочие прочие моменты которые у вас являются уязвимыми как на рояле на вас сыграв дай денег ключевая фраза дай денег вы знаете что он их просрет вы знаете что он их может отдать кому-то другому которому бы вы точно не дали часто это берут мамы для тех детей которые страдают зависимость или которые просирают свои деньги берут у одного ребенка часто у старшего и отдают младшему который тут же пойдет либо купит себе бухла либо просрет по магазинам либо еще чего-нибудь сделает но денег не останется мама придет еще через неделю скажет дай мне деньги на лекарства хотя перед этим вы тоже давали якобы на лекарства так вот перед тем как давать деньги родственникам предложите им сходить в банк и взять кредит предложите им сходить в банк и взять кредит хотя бы наполовину или на четверть той суммы которую они у вас просят вы будете очень удивлены когда вы услышите то что полетит вам в ответ и это вы будете получать тогда когда вы отдадите деньги и придет время их возвращать вам ответят то же самое может быть еще хуже потому что человек который никогда не пытался пойти занять с условием что потом за это нужно будет заплатить даже четверть той суммы которую просят у вас он уже ваши деньги считает своими как говорил мой покойный дедушка берешь чужие отдаешь свои так вот это правило у этих людей работает особенно сильно но они считают что они у вас свои забирают даже в этот момент когда они у вас просят поэтому для вас это должно быть очень мощным фильтром предложите пойти и взять под проценты суду в банке на четверть этой суммы и когда человек вам принесет подписанные бумаги и выписку со счета что он взял и готов заплатить проценты тогда вы можете решать а вернет ли он вам оставшуюся часть денег готовы ли ее вы ее потерять и все тому подобное но если человек не пошел оформлять суду если человек не готов платить проценты если человек вам в лицо говорит на хрена я буду платить банку если есть ты я у тебя могу взять на шару то вы понимаете какую роль вам отводят жизни и это совсем не та роль правда вы же хотели быть авторитетом вы же хотели благородные поступки совершать нет вами пользуются у вас просто хотят отобрать то что они считают своим поэтому я думаю что вот этот момент будет для вас отрезвляющим и вы измените свое отношение к собственным деньгам к самой себе к своим родственникам которые постоянно у вас клянчат деньги и ваших денег вашей жизни станет больше потому что когда вы научаетесь относиться к своим деньгам как к своим они к тому от чего вы должны избавиться или должны подарить чтобы купить любовь тогда ваши день жизни денег становится больше я всей души желаю вам мудрости приятных открытий чтобы у вас лучше и финансовые дела шли и отношения с родственниками кстати если вы два три раза откажете им к вам перестанут ходить это так на заметочку вам бонусом еще к этому видео ну а я с удовольствием выслушаю ваши аргументы ваше мнение и даже крики тех кто понимает что после этого видео рискуют остаться без денег которые получал родни с удовольствием всех выслушаю отвечу на комментарии до встречи в следующих видео с вами была алла касаткина пока пока